Тишину в стенах диспансера нарушило сообщение о возгорании в одной из палат на третьем этаже радиологического отделения. Незамедлительно была вызвана служба спасения. До ее прибытия обслуживающий персонал больницы поспешил вывести из палат пациентов. С тяжелобольными эта задача оказалась куда сложнее. Их эвакуация потребовала больше времени. Через некоторое время на месте уже были огневорцы. Они на носилках вынесли оставшихся из зданий. Провели пожарные рукава, подняли аварийную лестницу. Спасти порядка 30 человек, находившихся в тот момент на медицинском обслуживании, удалось. Благо, реальная опасность в виде пожара никому не угрожала. В диспансере проходила учебная эвакуация. В 11 часов дня поступило вводное, что в одной из палат произошло возгорание. И нужно было принять меры к тушению пожара. Такое ЧП у нас случилось, скажем так, впервые. Но мы не растерялись. В это время в отделении находилось 31 пациент. Сотрудники были все на местах. Сотрудники у нас опытные. Они знали каждое свое дело. И мы справились с этой вводной. Сообщено было в МЧС по телефону 101 на охрану. И были приняты меры к тушению пожара, а также к эвакуации людей. Такие мероприятия, как тактика, специальное учение с целью профилактики в учреждениях здравоохранения проводятся регулярно. И в отличие от других, здесь есть свои особенности и подходы. Учитывая то, что в работе по эвакуации приходится задействовать больных, спасатели используют более упрощенную схему действий. Понимая о том, что это учреждение здравоохранения, мы чуть-чуть упростили вариант. И эвакуация не проводилась на улицу, а проводилась на этаж ниже. Также есть больные, которые нетранспортабельны. Их эвакуировали в специальное место. Ну, а так как учреждения здравоохранения в соответствии с нормативными документами, подразделения МЧС пребывают без включенных маячков. Это норма для того, чтобы не было паники, чтобы не испугался персонал, не испугался больные, которые находятся в учреждении. Ну, и, конечно, главное их здоровье, чтобы не было паники. В специальных учениях приняли участие все подразделения МЧС города Бреста. В очередной раз они продемонстрировали слаженную работу, оперативность при выполнении поставленной задачи, высокий уровень профессионализма. А сотрудники онкологического диспансера, проявившие быстроту реакции и выполнившие в процессе эвакуации в должном порядке все предписания спасателей, получили оценку «отлично». На данном объекте администрация сработала по сигналу пожара, со всей ответственностью провела эвакуацию людей, находящихся на этаже. Понимая о том, что это учреждение здравоохранения, мы чуть-чуть упростили вариант, и эвакуация не проводилась на улицу, а проводилась на этаж ниже. По окончанию учения мы проведем разбор, обсудим с персоналом их действия, свои действия, и проведем небольшой показ фильма по действиям в случае возникновения пожара в учреждениях здравоохранения. Учения в онкологическом диспансере положили начало ряда профилактических мероприятий, запланированных спасателями в рамках акции «Безопасность в каждый дом». В скором времени сотрудники МЧС посетят детские сады, школы, вузы и лицеи, а также места массового скопления людей. Каждое мероприятие будет проходить по индивидуальной программе в соответствии с возрастом участников и спецификой места. Продолжение следует...